Страна наша богата лесами, дерево успешно продают на экспорт, а также используют для нужд своего государства. Вспомните, какого качества была мебель в СССР. Лесная промышленность активно развивалась, и, конечно же, для ее бесперебойной работы была необходима самая разнообразная техника, среди которой не последнее место занимали грузовики. Их использовали параллельно с тракторами для транспортировки лесоматериалов. Одними из первых сообразили сделать грузовик, способный справиться с нелегкой задачей на Минском автомобильном заводе. Взяв за основу зарекомендовавший себя МАЗ-200, специалисты предприятия собрали новый грузовик МАЗ-501. Собственно, эту модель можно рассматривать как переходную ступень к чисто военному грузовику МАЗ-502. Внешне 501-й МАЗ похож на своего 200-го предка. На обеих моделях сзади стоят двухскатные колеса, но лесовоз получил полный привод, а вот на следующей 502-й модели уже стояли привычные для военных грузовиков односкатные задние колеса. МАЗ-501 изначально рассматривался как лесовоз, способный вывести лесную породу из самых труднодоступных мест. По этой причине грузовики часто сравнивали с тракторами. Полный привод, обеспечивающий хорошую проходимость, оборачивался серьезным расходом топлива. Кроме этого, автомобиль получился тихоходным, и его потолок скорости примерно 50 км в час. В кабине было шумно, а сам грузовик изрядно коптил так, что от трактора действительно мало отличался. Но главное, он отлично справлялся с возложенными на него задачами. Практически во всех уголках страны, где велись работы по заготовке лесоматериалов, можно было встретить эти минские грузовики, а вот в сельском хозяйстве ему применения не нашлось. Если вам доводилось встречать МАЗ-501, поделитесь воспоминаниями. Продолжение следует...